Субтитры делал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Аминь Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 я сейчас еще раз не а голодач где он в командировке казахстане так у нас нету вот валерия нету валентина барышникова я вчера ей звонила она болеет да и речь идет о том что она у нее ребро она сломала что-то она молиться но речь идет о том что она говорит мне никуда не попасть не могу чтобы не хоть бы рентген сделали все там у них у нас нет специального для травм я говорю ты приезжай сюда за один трампон и сразу тебе сделает и рентген и все тебе лечение значит валентина павловна тоже нету она пойдет в храм там у нее приезжают ее родственницы днем и она говорит мы там сходим мама моя передает поклон всем но ей очень тяжело даже читать не может так дома лежит да и уже никто не побывал не побывал в это время нет конечно ну в прошлый раз брат николаев звонил звонил сказали он звонил своему брату который работает вместе с ним тот сказал что михаил ходит на работу я сказал что михаил ходит на работу он прям зашел и я слышал так а болящих еще я хочу сказать игнотик звонил мне болеет он там работа закончились он там целый день с ним на жаре на ногах и у него там увеличилась левая голень боли в голеностопном вставе в общем подозрение у меня были на то что это может быть даже и тромбоз глубоких вен нижней конечности надо было конечно ехать сюда отследоваться делать дуплексное сканирование как минимум воздушное положение горизонтальное положение воздушное положение ноги массе таблетки но это все стоит только говорите сказала что уж там исполнено скорее всего ничего я и батюшке сказал об этом говорю он значит мне говорит что там некогда ему и все это прочее но вот он умрет что осталось потеряевка исчезнет или работа прекратятся все будет идти нет незаменимых людей у бога есть найдет господь замену нет вы не понимаете просто в чем делали кто не заботится о чем вы говорите лопочет еще на себе не заботится другой совсем разговор о нем позаботились все что надо заказали помолитесь что господь так вот у него ведь вера своя и свои 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 убеждения мне вчера звонит надежда просим нам вот у него там внаются глаза и все прочее там но у него платочек у него есть но он платочек этот раз в месяц стирает и лежит он у него в кармане у него чихает постоянно и и вот он там выращивать эти бактерии потом этим платочком вынесла весь ссор из из кармана игнотикночка на заняться вечером женщине одноразовый весь этим платочком он все эти глаза одним и тем же надо ему конечно разовые салфетки серийные влажные салфетки сурфацил вот татьяна передала ему сурфацил натрия самая простая лекарственная но это же надо его убедить чтобы еще капать их а он руками своими туда лезет он еще до конца не принял шуруповерт сказал что он неплохая такая бензиновую пилу слава тебе господи принял все теперь шуруповерт ну сейчас увидит сколько там Игорь накрутил наверное тоже все таки до конечном итоге и в конечном итоге дойдет что шуруп то неплохо там главное шуруп не шуруповерт а шуруп плохой шуруп плохой деньги стоят а гвозди у него кривые вот если в гвозди можно было закручивать это было бы супер оружие нет ну есть такие нет триммер он не примет он считает и вообще бесполезно да триммер не примет слава богу хоть он машины принимает что можно куда-то подвезти его увезти еще вы молитесь господу об этом ну они в словом болеют так что молитесь про Валерия что-то слышно ничего не молились об этом болеет Валерий боли у него не прекращаются сильные он лежит или ходит еще раз когда как Надя когда полегче ну по нужде сам встает он сам тебя обслуживает Мария Акальна как Мария она обслуживает Мария Акальна не знает я ей звонила она дома она дома вчера я с ней разговаривала она я говорит вышла днем очень жарко я выхожу вечером слышу ребятишки там в трубке пищат она говорит ребятишки во дворе бегают я вышла подышать она после операции выписалась и на какой-то день надо было сходить к глазному вот она сходила вроде все нормально сказали еще через сколько-то дней прийти ну вот дома сидит иногда спускается вниз подышать да и она сказала что у нее сильно сильные боли в ногах ей написал хирург какое-то лечение но она еще не выкупила таблетки она говорит я ночами не сплю у меня все ниже колен вот голень и круг где-то там говорит давит выворачивает все болит и у нее не было при себе она не сказала что ей там врач поставил вроде даже толком не смотрели возрастное наверное скажите за не диагноз Марина сегодня улетает в эту Португалию на самолете из Москвы она сейчас в Москве уже поэтому помолитесь сегодня чтобы самолет там пролетел всем поклон братья и сестры от Алексея Семеновича всем поклон значит ну это действительно чудо совершилось потому что здесь сказали что осталось только ждать смеси здесь все ресурсы были исчерпаны но в Томске в НИИ кардиологии там у них более продвинутые технологии они там ну тоже предложили немало усилий и врач говорит что шансы небольшие но мы попробуем ну вот удалось пройти эти шунты которые были три из двух из трех шунтов которые были наложены десять лет назад они были забиты и принимающая артерия тоже была как бы забита на девяносто процентов но удалось пройти и поставить стенд стенд очень длинный семь с половиной сантиметров стенд в одной а ты в одной шуте и в другом шуте чуть меньше протяженный сантиметра да да очень сложная была работа и но сейчас ему полегче но все равно еще есть боли и ему нужен какой серьезный реабилитационный период пройти то есть реабилитацию серьезно нужно было раньше у нас в барнаульском санатории я там проходил это знаю что очень толковое было лечение программа для больных заболеваний сердечно-сосудистой системы сейчас же все похерено нет этой системы не работает в обе у нас тоже нет поэтому причем заведующий отделением которое его лечило я посоветовал где бы его полечить в нашем барнаульском санатории все что я наработала там была спелеотерапия то есть это пещера там соляная там была устроена там теренкуры были там были звездное небо там всякие кислородные коктейли и в клизме и через рот и все прочее ванны всякие там были ну в общем комплексное лечение больных было все налажено было все здорово было все это похерено а что теперь в этих санаториях ну не знаю вообще стоит туда ну может быть по другим каким-то нозологиям там заболеваниями есть смысл там в санатории наших ну в обитом хватит опера я не знаю там желудочно-кишечный тракт там хорошо лечит вроде как не знаю мне там подрабатывала даже в санаторию о остается только ну по России это вот юг это каменгруппа ну лучше кисловодск вот я побывал там в Шелезноводске Тихорск но лучше всего кисловодск ну туда я так уже посчитал это самое меньшее это самый не сезон что называется две двести две четыреста в сутки туда входит и проживание и лечение и кормление все там в эту сумму это очень небольшая сумма скворечник две восемьсот да поэтому вот можно было бы туда поехать я ему уже об этом сказал и проезд уже посмотрел в этом интернете сейчас все просто это сделается проезд через москву оказывается еще даже почему-то быстрее чем через Новосибирск на однополе вот там четверо соток через Новосибирск чуть более трое суток через Москву ну не четыре десять наверное тысяч на поезде а самолетом два-три раза дороже ну вот ему все сказал теперь надо искать средства на самолете бюджетных конечно сейчас вообще это невероятно там не получить бюджетное место ну вот одним словом так так что он всех благодарит за то что вчера его отец этот самый сын привез ехали они десять часов останавливались на Новосибирске еще где-то останавливались да сын к нему ездил сын его забрал так что теперь уже дома вчера позвонили так еще кто у нас болящие я понял а болящих всех да я хочу попросить вас дядя он очень деятельно принимал участие в моем воспитании у них у самих детей не было тетя с дядиной тетя с дядиной они принимали всех вот четыре сестры у всех по двое детей они всех принимали летом всегда заботились кормили поили развлекали везде возили отдыхать и сейчас он раком операция у него завтра будет тоже как у мамы то же самое кишечник помолитесь об обращении потому что он офицер воене но он не верующий кто-то может быть попадется Геннадий чтобы кто-то может возвестил о Христе хотя бы чтобы он не ушел вот так вот а ты-то возвращала не принимаешь ну он в Казахстане живет мы очень редко видимся 8 лет назад я ездила по суперах по перегроме так и просьба у меня сестры ради Христа не ставьте денег вверх тормашками это какое-то языческое суеверие чтоб деньги родились там фляга стоит с питьевой водой и вот эта грязь с лохматушек прямо в крышку кто это сделал помойте пожалуйста эту крышку чтобы никакая инфекция во флягу не попала и никогда больше так не делайте даже логике не поддается такой да успокойтесь тихо кто молился о моей болезни у меня болезнь у меня откачали жидкость прошло десять дней я вчера была на приеме еще раз откачали ну и сказали что две недели быть в спокойном состоянии спокойно спокойно у нас у нас станислав с городом курган приехал попроведывать семью анастасии сейчас в отпуске буквально на неделю в понедельник уже уезжаю обратно. Сколько в пути? 21 час в сутки. Ну, с Тюмени. Потому что, говорится, с Кургана надо Тюмени, а потом с Тюмени до вас нету прямого поезда, к сожалению. Либо, говорится, с Екатеринбурга, либо с Тюмени. Ну, с Тюмени ближе всего, с Екатеринбурга больше идет, 24 часа. Так, ну, корни имеют древние православные, из семьи старообрядческой. Вот, узнал о вас. То есть, Игнатий Тихонович для меня очень многое сделал. Открыл духовный отец. Я считаю, такие люди, которые рождаются раз в сто лет, другого такого Игнатия Тихоновича не будет. При нашей жизни. Да, при нашей жизни. Понятно. Спасибо, Христос. Благодарим вас за заботу о нашем детишках. Да, скажите, как дошли вы до этого, что приехали-то к ним. Помогаете, вот, Ване помогаете, там, семье? Да, ну, общался с мамой, с Анастасией. Умерщим, да? Да, то есть, Анастасия, то есть, как бы, общались, она просила, как говорится, ну, как бы, присмотреть за Иваном, то есть, как бы, он понимал, что он глава семьи, на нем все, все держится, если он сплотнется, сплотнутся все. То есть, на него вся надежда. Он сейчас основа, как мужчина, хозяин дома. То есть, ну, как могу, помогаю. Станислав Юрьевич, вы не родственник дроботом или как? Нет, просто знакомый с нас. И духовно тоже помогаете же, не только материально. Духовно, да, то есть, мы занимаемся каждый вечер, Святой Евангелие, толкование, открытым оком, второй том. Это каждый вечер, постоянно, не пропуская. По интернету? Нет, по телефону. По телефону, по телефону. По телефону, да. К этому общаемся. То есть, ребята очень хорошие, верующие. То есть, ну, когда им даешь, как бы, направление, наставление, делают сразу все. Несторо переживает всех, может, потому что самый юный. То есть, он всегда, как бы, вперед. Да. То, что у нас, так, сокотели, вот, за эту неделю, ну, не успели мы все сделать. Ну, сделаем колодец, мы вчера, ну, вернее, по дням, мы вчера вырвали кольцо, колесо, кольцо подкатили. Единственное, только не поставили, вчера отец пришел поздно, то есть, уже, уже темно было, а я и там два ребенка было, ну, не смогли поднять. Надо ровно еще под ямеку сделать. Ну, с Божьей помощью все сделаем, под лицей. Несимым духом им сказал Господь, все получится. Слава Христову, Игорь, Слава Богу. Можно еще спросить Инафу. Ты что сделала, нет? Ну, я делаю сейчас. Делаешь? Да, потихоньку я делаю. Ну, конкретно что-то сделала? Конкретно я нарисовала, нет, эскизов, примерно половину эскизов нарисовала. Обязательно свяжись с Татьяной Александровной. Ну, мы с ними связаны. И чтобы ты, в начало учебного года, ты сделала все свои долги. Мальчишки, а вы помогаете ей вот так вот? Ну, где-то выделяйте ей время, скажите, все, так, иди с кухни. Нет, иди с кровати. Да, и занимайся эскизами, не лежать, не читать. А, мало. Не, ну, она может сказать, что у нее много работы и все такое. Это не единственное молиться. Ну, да, она готовила. Она все это не готовила. Ну, это то, что приехал Станислав Юрьевич. Брат, кстати, он крещение, у него троекратная жена, старая левец. Его Иоанн звать, на самом деле. Иоанн. Да. Так что за Иоанна надо молиться, а не за Станислава. Станислав это наше языческое, доброе языческое имя. Так, еще у кого слово есть? Семена Христова. Да. Елена Фау, всем поклонникам. Откуда? Елена Фау, из Ливана. Из Ливана. Из Ливана. Вы поддержите стилы. Звонила вам? Она мне писала в WhatsApp. А, в WhatsApp? Передай обязательно всем поклонникам. Очень приятно. Я вспоминаю, по всем скучаю. Очень приятно. Очень теплые впечатления остались. От нее тоже очень теплые впечатления. Слава Богу. Главное, не так часто, долго она побыла. Даже у нас тут было. Да, рады были знакомства и общения. Еще? У кого есть слово? Валентина, ну расскажи про себя. Дом рассказывай. Где это было? Дом-то не продали? Дом еще не продали. Значит, я сначала думала, что это у меня перелом там. А потом, а так вот, прихожу к выводу, что это порвала мышцы. И уже застарела. Все, я же там осторожней тела, что это травма. А теперь вот, что там надо сходить? Конечно, сходите. Без удовольствия задумали бы. Помолитесь, пожалуйста. Все так, простые травмы, коленки, про все. Я про свою коленку тоже скажу. А у тебя-то чего? Уже почти три года назад, все, все, он знает, я с ним концертировалась. Я упала в ливневку, потому что не знала, к кому претензии предъявлять. Вот, почистили снег в ноябре месяце. Первый снег навалил, когда много трактора проехал, и все гладенько счистил. И выхожу, прям вот, гладкий белый ковер. И не увидела, ну, я и не могла увидеть, что там где-то под снегом есть ливневка, и трактор сломал ей эти прутья. Да, вот такие толщины. Чугунные, да? Были чугунные сомны, у меня есть фотографии, вот так торчат вот такие крюки. То есть я порвала сапог зимний, порвала бок коленки, вот как раз латеральную, то есть наружную часть. Поехала в травпункт, ну, благо левая, педаль нажимаешь правая, поэтому я приехала в травпункт, у меня уже сапог не застегивается, ногу развернула. Мне сказали, перелома нет, снимки все есть, в компьютере сфотографировали, ушиб, ну, холод, голод и покой. Все прошло, но стала коленка болеть периодически. Болела так, ну, что-то потянет, потянет, вот думаю, ну, вот травма же была, сейчас пройдет. Ну, в итоге вот сейчас с мая месяца стала болеть почти постоянно, я пошла к нашим врачам, меня даже как бы госпитализировали, провели все обследование, историю на меня даже завели, там УЗИ и рентген, в итоге меня послали, уже там даже немножко как блокада была, послали на МРТ, и на МРТ выявилось, что у меня разорван мениска. И на фоне этого идет дегенеративные изменения в коленке, которые будут прогрессировать. Мне сказали, либо операция, либо, как хочешь, в общем, смотри. Я второй раз уже скажу. Я зашла, им такими, он кого-то сказал, не соглашайтесь на операцию, пока не попробуйте спасти коленку вот методами гимнастики, там специальных медленных таких упражнений, таких релаксирующих. Вот, и сказала, хотя бы 4 месяца позанимайтесь. Я отказалась. На данный момент мне закрыли историю болезни, потому что отпуск закончился болеть. Мне, когда я пошла, вышла на дежурство, ну вот я говорю, у нас и работать некому, я пока не могу оперироваться, это же не на один день, это на месяц выпасть из работы. Ну вот пока хожу, но периодически как бы начинаю уже даже хромать. Поэтому помолитесь, что мне вот с этим вопросом решить. Сказали, если произойдет полный разрыв, любой вот где-то подсказнулась, поднешь, что у тебя заблокируется коленка полностью, тогда уже мениска оторвется и... Ну, ты сможешь эти делать упражнения, или ты не будешь? Конечно, я делаю. Сможешь. Убила этот артер. Ну, вот, помолитесь, что мне решиться. Надо напоить колено. Чем? Ну, глюкозоаминная, нет? Водичка. А, водичка? Постарай на водичку. Хорошо. Я потом скажу. Ладно. Ну, в общем, как мне принять решение, я взяла у врача, сказала паузу. Он вчера заходил ко мне, этот лечащий врач, кстати, Александр Федорович, который дедушку вашего лечил. Я говорю, я до Нового года беру паузу, смотрим, что дальше пока хожу. Правильно, помоги, Господи. Здесь главное, очень медленно лечение, поэтому просто система должна быть, нужно себе поставить. Я буду делать. Чтобы был результат, нужно делать полгода, 4-6 месяцев. Тогда можно надеяться на результат. Улучшение непременно будет. Раздоровление будет полное, лечение не будет. Да, он же не срастет. Да, но лечение однозначно будет полезным. А эта гимнастика представлена, да, на сайте? Конечно, там все. Да, у него учебный канал, ролик, Евдокименко. Да. Академик он, кто-то там. Ну, он грифматолог по специальности изначально, но теперь занимается... В принципе, по всем суставам, да? Да, там есть отдельно для разных видов. Ну, галичи тоже болит. Там и косточка эта, и плоскостопие, и тазобедренные, ну, все суставы, и позвоночник в том числе. Остеохондроз, там все это расписано. И какие добавки? Причем там на модели он показывает конкретные доупражнения. Там все это расписано. Еще у кого есть слово? Ну, о дедушке уже упомянули. Я скажу, что, слава Богу, с нами постоянно на молитве, я имею в виду, за столом и после стола. То есть перед приемом пищи, после приемом пищи он всегда благодарит. Вот такой благодарен он всегда. Веровал? Ну, насколько, как-то он веровал. Все остается. Как пешки-то есть, да? Все, что было, все тоже остается. Плюс еще и перед. Там такая закалка. Да. Кого не сетчет? Нет, Виктор. Виктор. Здесь мой Виктор. Вот. Но помните, чтобы Господь привел его к истине, и чтобы мы как-то подготовили его к крещению. Не зря Господь ему дает это время. 92 года. Это не каждому дает. И замена-то забедренного была ему сделана? Он уходит, да? Ну, не замена, а лечение было. Шейка-педра, металлого стерцинга. Он уходит? Сам же? Конечно, он уходит сам. Без палочки, без пикселей. Он, да, не чудо. После, не чудо. Раньше, после 60. Александра Ивановна лежала сколько? Сколько она лежала? Два года она. Очень-очень. Четыре-четыре. Четыре года лежала. Пять-ять-ять. Так же ситуация. А здесь старшие еще, ее сейчас оперируют такие. Еще совсем недавно их не брали наоборот, после 60 таких уже брали. А сейчас уже 90. Где там, а брать какой-то есть? Не понимаю еще, как вы говорите там, слова. Хотелось напомнить вам, что в книге Откровения говорится о разных всадниках, и на всяких конях они там белый, вороной, бледный и так далее. И вот белый конь, знаете, что белый конь означает? Белый конь это проповедь апостолов по всему миру. Чистота. Чистота, святость, которую апостолы приняли от Господа, слова его, и все это они понесли людям. И поэтому белый конь уже прошел по всей земле. Но вопросы остаются иногда, задумываешься почему. И какие-то выводы непонятные у меня бывают. Вот я задумался об этом. Потому что Марина вот поехала. Да и раньше об этом думал. Ведь в тот самый момент, когда проповедовали апостолы, они много проповедовали. Знаете, что Игнатий Иванович говорит, почему возникли мусульмане на Аравийском полуострове, не послали монахов. Монахи, вернее, не пошли туда, в Благовество. Почему монахи? Ну, может быть, не монахи должны были. Ну, кто-то должен пойти в Благовество. А нам, Жития Святых, говорят о том, что Благовество-то кому было? Там православные все были на Аравийском полуострове. Там был такой святой Григорий Америцкий. Сейчас современный Йемен. Там было огромное государство. Причем оно странное было. Я раньше не задумался, а тут прочитал. Сам начал исследовать это. Там, оказывается, мощные исторические исследования есть. Не только Жития Святых об этом говорят, а исторические выкладки прям. Оказывается, что был очень сильный эфиопский царь, православный, естественно. Эфиопия была православная. И он покорял народы вокруг себя, оказывается, Эфиопия. И они зашли на Аравийский полуостров, и там были его вассалы, и они были православные. То есть, вот Аравийский полуостров там, особенно южная часть, где сейчас Йемен идут, гражданские войны, где вот этот самый Саудовский Аравия, там Адис-Абеба, вернее, не Адис-Абеба, это Дубай и вот эти вот всякие. Там, оказывается, было православие. И Григорий Америцкий, он сам из Александрии, его оттуда послали, яконом, и он стал святитель, очень сильный, святой, как говорится. Он помолился, и Господь послал евреям, там не только евреи были, язычники были, и решили просто их или изгнать, или убить, если они не примут христианство. Ну, все просто было тогда, попроще немного. А там еле злой такой был, еврейский раввин, и он говорит, ну, почему так сразу-то, давайте хоть поговорим, что ли, у вас же там вроде Христос, добрый такой, Евангелие у вас, а вы сразу убивать, да и гнать. Давайте поговорим, у нас же тоже Библия, у нас второзаконие, которое вы признаете. И давай они говорить с Григорием Америцким. И Григорий Америцкий не смог его победить. Не смог доказать ему ничего, по слову Божьему. Он законы говорит, а тот ему законы говорит, и голы. Понимаете, тут говорится, нашла коса на камень, проповедовать-то надо тоже с умением. И тогда он помолился, заградились там уставы этого, или злоя стоит, он ничего не говорит. Евреи подбадывают его, ты давай что-нибудь скажи уже. В конечном итоге, мы не поверим, пока не увидим самого Христа. И он помолился этот Григорий Америцкий. А Америцкий это страна такая. Почему он называет Америцкий? Его по-другому звали, у него фамилия другая. А сейчас как это страна? Сейчас это Йемен. Йемен. Да. Это самая южная конечность. Ну там самая южная, это не значит, что одна бровка только. Там хорошие, огромные территории. Короче говоря, Мека и Медина. Вот Мека, она входила как раз в это Америцкое государство. Православное. И что, явился Христос? И явился Христос на облаках, явился по молитве святого. И он не ступал на землю. И евреи увидели, уверовали там. Ну в общем, как бы все хорошо закончилось. У меня всегда вопросы возникают. Если так все хорошо закончилось, я сейчас скажу о времени. Мухаммад родился в 560 году. А считается, Григорий Америцкий умер в 556 году. То есть он умер, ну после того, как умер Григорий Америцкий, святой, что православие рухнуло или что там случилось-то, я не могу понять. Почему Мухаммад родился, дорос там до времени 20 лет, и начал задавать какие-то кому-то вопросы, и ничего православного он не встретил практически. Ну встретил там и Библию он встретил однозначно. А православное, все такое странное, он почитает, он сильный почитатель был очень Девы Марии. То есть Мария, матери Иисы, Иисуса Христа, пророка. Он просто, они фанатичные почитатели, Мария. А Мария говорится больше, чем об Иисусе Христе, короче говоря. Ну как православное. Ну как вроде мать, это у них такое и есть понятие материнства, все. Хотя женщины у них, женщины как по Ветховому Завету, они никуда не входили, но без женщины нет рода никакого. Поэтому почему-то такое. Ну дальше, почему ничего о кресте внятного не объясняется? Никаких тайнс христианских не объясняется, ни причастия, ничего этого не объясняется. А это был 556 год, когда умер Григорий Америцкий в православном государстве. В этом. Сколько оно еще просуществовало? В 632 году умирает Мухаммад сам. В 632 году. Прошло там 70, ну 60 лет прошло. И уже, когда он умирает, эти племена, которые он обратил, да, в свою веру, они начинают уже завоевание, там, это вот этот, газоват и так далее, священные войны. то есть вопросы остаются, ну даже не послали туда монахов, а что их посылать, когда они там были уже. Там был Григорий Америцкий, в Мекке в этой, прям, практически. Ну пускай там недалеко от нее, 500 километров там, не больше, а может и 300 всего. То есть, если по географической карте смотреть, то это все одна местность, где этот родился Мухаммад. В чем дело, почему? А вот сейчас еще больше вопросов вам задам. Белый конь, это, как мы знаем, благовестие апостолов, об этом нам говорит Священное Писание. А ведь в этот самый момент два материка, даже три, да, три материка, это Австралия, Северная и Южная Америка, их вообще никто не знал. Острова там знали, многие острова, ну и острова, допустим, острова, которые посреди Тихого океана, и кто знал, там тоже люди жили, аборигенные эти самые, и причем они людей многие не ели. Допустим, если взять, вот, это путешествие Магеллана, и Магеллан сам погиб на этих островах Индонезии, там этот, Лапу-Лапу у них был, Лапу-Лапу его звать, вождь, который его убил, лично этого Магеллана, то они не были каннибалами, они были простые люди, рыбачили, там у них этих, жверей не очень много на островах, но они и зверей ловили, тоже, но в основном рыбалка у них была, выращивали там маис этот, ну то есть, они были люди, они никакой, ни неандертальцы, ни пентапонтройды какие-нибудь. Чего он убил там? Да и убил, да и убил это. Ну как что, они пришли Христа им проповедовать, а у них своя религия. Они как пришли проповедовать, у них же меч был, а меч у него рукоятка вот так, а тут такое перекрестие, обязательно такое. Для чего? Чтоб ты во врага воткнул, и тут же на колени встал и помолился. Вот благовестие, это оно благовестие Розе, я так понимаю. И почему? Почему православную, это значит, Христофор Колумб доплыл до Кубы в 1492 году, то есть, с 1054 года уже разделилось христианство. Православие наше отошло, восточная церковь, там Греция, Ливия как раз, Антиохия, и дальше тут католическое все. Католики, мы тоже католики, только мы кафолики, нужно говорить правильно. Католики это вселенская, значит. Вселенской уже нету, никакой вселенской, все поделилось напополам. Но Господь дал дойти и до Австралии, и до этой Северной и Южной Америки именно католикам с неправильным пониманием до конца законов Божьих. Много заветных о Христе, хотя о Христе они правильно все говорили. То есть, дальше, и вот они обращают этих людей в Северной и Южной Америке, вот они их обращают, а они же еретики. Проповедь Христа достигла их или нет? Вопросы я задаю. В Австралии, аборигены эти, они тоже не каннибалы были. Они жили просто охотой, у них свои семьи были. Ну, они, наверное, тоже там завистливые были, там воины у них были. Смотришь по истории, там на какие-то острова, замученные, там 20-30 островов. Живет одно племя, но на одном острове кто-то там решил покорить другие острова. И он покоряет их. У него оружие, он там ездит по этим островам и покоряет, а потом единое государство, островное это получается. Как у Филиппиновых, допустим, если брать историю. И не было у них там ни о Христе, ничего никто им не проповедовал. Если католики туда приезжали, они их обязательно, миссионеров, почти всех убивали. То есть, Слово Божие по всей вселенной распространяется. Значит, все-таки есть, написано у Христа, что если человек не знает Бога, но живет по законам Божьим, то это ему вмениться в правильность. По совести, называется закон совести. Но этот закон совести должен быть такой, что ты же не должен другому завидовать и у него отбирать, а это было повсеместно. Значит, надо полагать, что Господь, заранее уже предвидя судьбы этих народов, не посылал им апостолов. Не послал же он апостолов им в 300-й год по Рождеству Христову. А послал только через 1800 лет к ним. А там сколько людей в этот момент умерло? Их было много. В Северной Америке только когда истребляли североамериканских индейцев, по скромным подсчетам было истреблено 20 миллионов этих индейцев. Они вообще Христа не приняли. У них были свои тотемы, эти боги там. И их никак нельзя было обратить. Они не были людоеды. Они были очень воинственные. Они были водолюбивые до конца. Поклонялись всем подряд и бизонам, и земле, и солнцу, и луне, и маису, и кукурузе. Кому только они не поклонялись. Чистые язычники. Но как они жили, говорят, что если бы нам сейчас жить с этими индейцами, а не с американцами, то поди было бы лучше. Потому что они слово свое держали и так далее. То есть или так по совести они жили, и Господь их просто обращались, потому что они знали Христа. Или потому что не могли проповедники католические до конца рассказать им истину о Христе. Вообще проповедь по всему миру, если говорить, такая сложная. Я вам задаю вопросы и ответов нет. Я не могу ответить на эти вопросы. Потому что они есть. Будем искать у Бога. Да, но я теперь хотел сказать, но если этого не было, мы-то здесь живем в нашей стране, нам-то очень хорошо известно, как сложно Господь дает кому-то веру. И без Слова Божьего это никак не может быть. И самое интересное, когда смотришь передачу Спас, союз о священниках, как они разговаривают о Христе. Они вообще Слово Божие не произносят. Ну, как бы общие фразы у них есть, но человеку надо его подвести к Слову Божьему и прям дать Евангелие ему. Не просто так, что мы не можем сказать рядом с храмом женщины, мужчины, все, конечно, безбородые мужчины практически все, женщины, ну, в платках, да, женщины. Бывают без платков, бывают в штанах, но в основном так одеты более-менее еще. И когда им задают вопрос, ну как, что, ой, спасибо батюшке, спасибо Богу, ой, спасибо, так прям, вот, слов нет, вот так, вот. а что такое праздник, ну там, какой-нибудь праздник, какой-нибудь иконы там Божьей Матери. И так они такие прям, глаза сияют у них. Такая благодать, такая благодать, ничего, по слову Божьего, ни одного ответа нету. Если там только появись и скажи, они тебя за язычника примут, если ты скажешь, что слово будет нас судить, не Христос, а слово его. Как, да вот ты, да там и Христа ты еще не вспомнил, там как-то все, Бог, Бог, больше. Допустим, да, допустим, спаси Христос, или любимый Христос, это вообще, за любимый Христос тебя могут подвергнуть очень сильно и тебе. Спасибо Христос, брат, за вопросы будем искать у Бога. Главное найти в себе ответ и выйти на благовестие. Я вот к чему хотел сказать. И надо напомнить, что закон совести, он для нас тоже не отменялся, поэтому совесть одновременно должна быть законом Божиим. действовать у нас. То есть, мы еще больше несем ответственности, потому что и закон совести будет нас, и закон Библии. Маленькая, скажу так интересно, вчера у меня нечестивый сон такой проснился, и я вчера легла, и говорю, Господи, избавь меня, вот чтобы мне такое не снилось. Знаете, мне снилось, ну я не знаю, сколько по времени, но мне снилось, что я за кругом столом, священники, какие-то профессора, и я по Писанию, столько мест Писания, даже не знаю, что я столько знаю, я проповедую им по Писанию, и вот это приходит место к месту, они со мной спорят про истину, про Христа, про все, и вот так вот идет, представляете, вот такой вот, что-то нечестивый сон, ты что-то уже нечестивый сон? Нечестивый сон? До этого был плохой, я молилась, чтобы у меня был другой сон, вот стила молитвы, молитесь, да, и плеснился такой духовный сон, я даже сама не ожидала. А ты с нами это было? Во сне. А? Не было. Ну я все время кричусь, не знаю, я не помню, я помню, что все время я говорю, во сне, это у меня бывает, когда что-то ужасы какие-то, это снялся, я переключусь и просыпаюсь. Так, заканчиваем. Преснопение, трапеза и занятия. Достойная есть, какова истина, вложить и тя Богородицу, пресновлаженную и принять порочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Серафим, без искрения Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних расприят, беззакония, которые втанны, останови делающих зло. Просвяти правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также посвяти и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в невежении Своем и проповедуют смело и на славную об Иисусе Христе. Господи, правят на суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога и Его, Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочию. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.